Уже без приставки ИО, но еще и неполномочный глава. Сегодня депутаты Гордумы выбрали Валерия Владыкина на пост главы города Кирова. Новоиспеченный мэр сразу пообещал, что особое внимание будет уделять бюджету точечной застройке и паркам. Но кировчане и депутаты сразу засомневались, какое такое особое и список из трех пунктов просят заменить списком как минимум из десяти. Впрочем, о принципиальности нового главы мы все равно узнаем не раньше следующей недели. Подробности в сюжете. Еще застенчивое и выстукивание ритма на документах перед началом заседания и такое почтительное приветствие главы администрации Александра Перескокова. Владимир Васильевич себе такого не позволял. Кстати, сегодня впервые скромно сел на галерке и не выпускал из рук телефон. Пункт о выборе нового главы города Кирова депутаты включили в повестку по факту. В бюллетенях две кандидатуры. Депутата Липатникова и уже действующий преемник Валерий Владыкин, который в центре главного стола. Во внеочередном заседании объявлен перерыв. Депутаты идут тайно голосовать в актовый зал. И очевидные не только для большинства результаты. Число голосов, полученных каждым кандидатом. Владыкин Валерий Николаевич 21. Липатников Владислав Борисович 6. Кстати, и сам Валерий Владыкин тоже признался. Ожидаемо выбран. Неловко вышло, но итоговое решение городской думы вынужден объявлять сам же. Избранным на должность главы города Кирова считается Владыкин Валерий Николаевич. Еще один вопрос в повестке о выборе заместителя Владыкина. Несколько попыток убедить самого Владыкина, что он не нужен, но снова объявленная пауза во внеочередном заседании и снова аплодисменты. Заместителем выбран Алексей Анисимов, руководитель МУПа. Нововятский водоканал «Избранники» сразу объявили и о разграничении функций. Владыкин возьмет на себя финансово-экономический и хозяйственный блок. Анисимов более предметные коммунальные вопросы. Во время пресс-подхода на вопросы журналистов о том, на чем сконцентрируется новоиспеченный глава и как собирается развивать Киров, отвечает очень аккуратно и отдаленно. У нас работа Кировской думы продолжается и первоочередная задача сейчас – формирование бюджета. Тем более мы сейчас переходим на формирование бюджета на трехлетний период. То есть задача номер один – 17-й год, а дальше 18-й, 19-й. Ну и естественно выполнение всех программ, в которых участвует муниципальное образование города Кира – федеральных, областных и муниципальных. Немного позже и без камер добавил, что особое внимание собирается уделить также точечной застройке и городским паркам. Имел в виду благоустройство. Но на слуху все же решение областного суда, который накануне признал абсолютно законной продажу 4,5 гектаров земли в центре Кирова за 340 тысяч рублей. В это время проходящие мимо здания городской администрации кировчане попытались сразу дополнить этот скромный список Владыкина давно известными проблемными пунктами или просто сомнениями в том, что что-то изменится. Как ты думаешь, что-то изменится после смены этих людей? Ну вот не уверена, если честно. Сомневаюсь, потому что он врач, а нужен хотя бы инженер-строитель для решения городских проблем. Какие главные проблемы в Кирове, на ваш взгляд, есть? Это дороги. Даже вот обычно вот эти асфальтированные дороги, у них есть ямы. Не просто о ямах, а о огромных провалах на улицах Азина, Кольцова, Комсомольской, Строителей, Воровского. С удовольствием напомнили бы и кировские водители. Вот пробил два колеса. Сразу же в одной яме на выброс. Прямо там. Вот стыкаются люди. Кстати, в нашем опросе, который мы запустили специально, чтобы понимать, чем дополнить список городских проблем, Валерия Владыкина с большим отрывом также лидирует пункт дороги. Также в лидерах сферы ЖКХ, городское благоустройство и инфраструктура тут имелись в виду детские садики и школы. Что касается точечной застройки, на которой и без опроса собирался заострить внимание глава, комментирует небезызвестный строительный аналитик Александр Галушко. Уверен, что именно принципиальности не хватало предшественнику. У нас несколько таких ключевых моментов. Это изменение генерального плана под точечную застройку, строительство без разрешений, строительство не того, что заявлялось. Конечно, от личности человека зависит многое. То есть, если он реально будет хотеть что-то изменить, то это можно сделать. Все эти решения, они принимаются депутатами. Можно все предотвратить на этапе согласований. Принципиальности должно хватить, если не продавит, уверен депутат городской думы Владимир Журавлев. Правда, больших надежд при этом призывает не испытывать. Валерий Николаевич прекрасный хирург. Он всю жизнь проработал, пришел рядовым врачом в поликлинику завода имени Лепси. И прослужил там до и дослужил за главного врача. И я считал, что их компетенции профессионально, они в другой сфере. Гордом должны управлять хозяйственники, которые четко понимают, разбираются в хозяйственных вопросах, экономических, социальных. Валерий Владыкин, скорее всего, уже занял кабинет Владимира Васильевича. Но на вопрос у журналистов о каких-то конкретных шагах или конкретных действиях ответил, что до сих пор пребывает в администрации, по сути, с приставкой ИО. Его действие пообещал обязательно последовать, но уже после официального назначения, то есть после инаугурации, предположительно, она пройдет уже на следующей неделе. В Кировской мэрии уже анонсировали, что все пройдет бюджетно и скромно. Такое пожелание высказал якобы сам глава. Артем Паникаровский, Александр Рожков, информационный канал «Город». Артем Паникаровский, Александр Рожков.